друзья привет это канал вселенная beautiful world проект географии инвестиций меня зовут евгений и сегодня мы продолжаем разговаривать про инвестиции и поговорим на такую тему как психология трейдинга или психология инвестирования не часто задавали вопросы как вести себя в той или иной ситуации когда рынок против тебя когда рынок за тебя когда фиксировать прибыль или фиксировать убыток все эти вопросы относятся именно психологии понимания торговли поэтому сегодня мы поговорим о психологии торговли на фондовом рынке итак вопрос номер один это сказать скорее всего не вопрос а такой крик души который мне написал один молодой человек последнее время я торгую крайне неудачно я даже временами начинаю задумываться о том что оставить торговлю окончательно в это дело вложено так много времени сил и денег скажите мне продолжать торговать или уйти с рынка я думаю в этой ситуации если вы начинаете торговать как трейдер по сути да вы торгуете ежедневно но неделя показывает вам убыток вторая неделя показывает убыток месяц вам показывают убыток возьмите отпуск отключите компьютер телефон ноутбук пойти куда-нибудь за город отдохните погуляйте по лесу подумать о чем-нибудь другом потому что если вы достаточно активно торгуете как трейдер на рынке вы можете выгореть в этой профессии достаточно быстро возьмите паузу отдохните приведите в порядок во первых свои мысли отбросить то что вы потеряли там достаточно много денег да это очень неприятно это очень досадно то что вы торгуете в минус но это все поправимо переосмыслите свою стратегию так как рынок по вашей стратегии может уже не работать то есть если он вам приносил допустим в 2019 году достаточно хорошую прибыль ваша стратегия показывала баснословные результаты а 2020 допустим показал вам то что ваша торговая стратегия система уже не работает так как работал допустим в прошлом году значит что то не так значит рынок идет уже по другой своей траектории начался другой цикл рынка и для этого цикла рынка нужна совершенно другая стратегия поэтому если месяц у вас показывается в убыток то нужно уже задуматься о том что не бросить ли это все а именно переосмыслить то что где вы сделали неправильно взять все свои сделки за этот убыточный месяц и посмотреть где вы входили в него где вы из него выходили куда шла цена потом то есть разобрать по полочкам каждую свою сделку почему вы совершали именно эти ошибки и почему рынок именно в этом месяце вас наградил таким убытком проведя эту работу можно сто процентном случае понять что вы делали не так то есть провести скорее всего работу над ошибками сделать разбор и построить новую модель торговли на фондовом рынке как трейдер для долгосрочного инвестора скорее всего это не будет так значительно потому что горизонт работы у инвестора он больше чем у трейдера так что что касается инвестора здесь я думаю не должно возникнуть абсолютно никаких проблем с тем что один месяц у вас показал убыток а другой у вас показал плюс но с трейдером конечно да нужно проводить работу работу над ошибками разбор всех своих сделок и разработать новую торговую стратегию вопрос номер 2 вы обучаете торговые стратегии нет я никогда не буду обучать торговым стратегиям потому что я не вижу в этом смысла если я буду рассказывать человеку о том как надо делать что надо это не совсем правильно он все равно не применит это на практике он будет совершать те сделки которые совершал по-своему пока он не примет рынок не примет философию рынка он будет совершать именно ошибки делать неправильные покупки неправильные продажи поэтому раскрывать свою стратегию да я могу раскрыть могу рассказать могу показать все могу обучить но на практике это будет совершенно по-другому скорее всего это могу сравнить как с работой фотографа каждого профессионального фотографа есть скажем так свой почерк он каждая его фотография это видно то что именно этот кадр сделан тем или иным фотографом и когда новичок молодой фотограф приходит и говорит я хочу научиться фотографировать также как вы до учитель допустим может рассказать про композицию кадра про то как выставить свет про технические характеристики фотоаппарата но он никогда не сможет ему сказать как ему надо выстроить кадр потому что фотограф это такая творческая профессия инвестирование и трейдинг это тоже скажем творческие профессии здесь у каждого должен быть свой взгляд как и фотографии поэтому рассказывать теорию это одно рассказать стратегию по которой вы торгуете это совершенно другое это то что видите вы это ваша философия и совершать те же сделки что и вы это ни к чему хорошему не приведет поэтому каждому начинающему инвестору начинающему трейдеру надо именно как фотографу открыть свой скорее всего свой взгляд на этот рынок и строить свою стратегию которая будет ему понятно и так третий вопрос почему как только я купил акции цена идет вниз а как только продал лезет вверх да это очень интересный вопрос на мой взгляд потому что даже я покупая тот или иной актив иногда ухожу в минус при покупке его но опять же если вы долгосрочный инвестор вы можете пересидеть если вы трейдер ставьте стоп заявку то есть если цена пошла против вас вы закроетесь с небольшим убытком открывая новую позицию вы допустим отобьете тот убыток но останетесь при своих это достаточно частое явление что покупая актив он идет против вас рынок не всем дает возможность заработать но все же с этим можно бороться если вы долгосрочный инвестор и те же просадки уход в минус вас не должны сильно напрягать и это не из-за того что именно вы вот такой да вы купили этот актив он пошел вниз вы его продали он пошел вверх вы никогда не сможете предугадать куда пойдет рынок поэтому здесь может быть один совет такой что торгуете только в долгосрок и если вы толку торгуете как трейдерс то обязательно ставьте стоп заявки стоп цена ниже которой если акция пошла то будет закрыта ваша позиция вопрос номер четыре как начать успешно зарабатывать на фондовом и срочном рынке про срочный рынок я мало чего вам могу рассказать потому что я не пользуюсь не использую своей торговли не фьючерсы не опционы я торгую только на фондовом рынке акциями и акциями достаточно стабильных компаний поэтому как начать успешно торговать я думаю именно начать с того что ваши активы должны быть стабильные вы покупаете только дивидендные активы и держите в долгосрок это я думаю единственный способ начать торговать именно в прибыль если вы покупаете акции роста то не всегда они могут достигнуть той цели которую вы поставили они могут уйти и в противоположном направлении то есть показать вам убыток поэтому диверсификация портфеля по отраслям второе это валютная диверсификация портфеля евро доллар рубль и третье это психология торговли возможность пересидеть именно просадку на фондовом рынке и все-таки выйти в плюс по той или иной позиции потому что вы приходите как допустим инвестор вы приходите на рынок заработать либо приумножить свой капитал и зачем вы закрываете сделку в убыток если у вас еще есть горизонт времени для того чтобы эта бумага либо вернулась на уровень на который вы ее покупали либо у вас есть возможность купить еще дополнительно акции этой компании и усреднить свою позицию пятый вопрос когда и какими активами лучше торговать на рынке а когда следует воздержаться от сделок торговать по сути можно всегда каждый день каждую неделю ну да есть такие циклы когда ликвидности на рынке нет то есть нет ни продавцов не покупателей или продавцы есть покупатели нету покупатели есть продавцов не и нету в эти моменты лучше всего скорее всего воздержаться от покупок потому что это будет боковик также стоит воздержаться от покупки актива если уже акция показала большой рост она находится на своих вершинах лучше посидеть подождать и купить ее с каким-нибудь более менее хорошим дисконтом если в дальнейшем подразумевается то что это акция все-таки пойдет в рост также не стоит совершать сделки если конкретно у вас что-то не ладится на работе дома в семье если вы приходите на рынок вы должны быть именно сосредоточены на торговле посмотреть новостной фон посмотреть то что происходит в мире и уже от этого делать решение на покупку той или иной бумаги шестой вопрос посоветуйте доходную стратегию с минимальными рисками как никогда не потерять свой депозит на самом деле такой стратегии я думаю нет любая сделка несет те или иные риски поэтому стопроцентной стратегии без рисков и и просто не существует можно минимизировать тот негатив именно диверсификации портфеля по отраслям по валютам по компаниям странам и всему тому подобного но грааль а именно вот такой кнопки бабло что я вот сейчас применю эту стратегию и буду получать сто процентов дохода в месяц такого не бывает и большинство телеграм-каналов которые вам обещают то что ваш доход будет свыше там 50 процентов в месяц в день в неделю они просто вас обманывают поэтому не доверяйте никому рассчитывайте только на себя при торговле на фондовом рынке при покупке тех или иных активов все взвешивайте и только тогда вы можете минимизировать именно свои потери на фондовом рынке на этом все я надеюсь это было полезным для вас видео оставляйте комментарии поделитесь видео в социальных сетях лайк дизлайк колокольчик и чтобы не пропустить новые выпуски подпишитесь на канал и внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока